На этой неделе этнографы России отметили свой профессиональный праздник. Этнографы, если кто не знает, это специалисты, изучающие особенности других наций и народов. На национальной России всегда находились путешественники, исследователи, посвящающие карьеру изучению особенностей народов и этносов. Днём празднования выбрали день рождения известного антрополога и путешественника Николая Миклух-Маклея. Хотя торжество не закреплено на официальном уровне, с каждым годом к мероприятию присоединяются всё больше и больше специалистов и любителей. Вот и сегодня с нами на связи директор фонда имени Миклуха Маклая, руководитель Центра изучения Южно-Тихоокеанского института Востоковедения РАН, двоюродный праправнук знаменитого этнографа и его полный тёзка Николай Николаевич Миклуха Маклай. Здравствуйте, Николай Николаевич. Здравствуйте, очень приятно. Здравствуйте, всем разослушателям. Да, Николай Николаевич, насколько мне известно, вы тоже любите навещать Папу Новую Гвинею? Ну, не просто люблю, это в область моих интересов. Я фактически в последние 7 лет провел 5 экспедиции достаточно интересных. Сколько? Да, да, вместе с учеными Российской Академии Наук и одиночной экспедиции в достаточно удалённый деревник, который никто не посещал. Поэтому с нашими папуасами можно сказать не просто дружу, а их знаю, и вы, можно сказать, разговариваете в какой-то мере и с белым папуасом. Потому что у меня есть племени, племени, поэтому можете спрашивать всё, что хотите. Хорошо, Николай Николаевич, вот вы двоюродный праправнук Миклуха Маклая. А есть ли, например, в том племени, в котором бывал уже ваш прапрадедушка, есть ли там те, кто являются потомками, тех, с кем он встречает Миклуха, как не стыдно, а? Связь поколений, в общем. Вы не поверите, дело в том, что это, наверное, уникальный уголок планеты, где миграция достаточно незначительна. И мы дружим и встречались неоднократно с потомком того первого папуаса, с кем дружил Миклуха Маклая. Его сейчас зовут Асель Туй, так что у нас дружеские связи. Ну, Николай Николаевич молодец, хорошо увернулся от вопроса, были ли связи у Николая Николаевича там, на Папово-Ново-Глинея. Но у меня другой вопрос, Николай Николаевич, да. Скажите, пожалуйста, вот почему все-таки папуасы съели кука, а Николая Николаевича пощадили? Ну, вы знаете, дело в том, что не только кука и Магеллана тоже, если мы понимаем, то никто до них не дошел до окончательного путешествия, несмотря на то, что мы знаем об этом. А все это причина насаждения на тот момент веры среди туземцев крестьянской, которая, в принципе, им была достаточно чужда на тот момент. Ну и как ее насаждали? По большому счету, долго-то не разговаривали, а доставали веры или какое-то другое оружие. А Миклух Маклай свой пистолет-то и отложил, и не использовал. И вот здесь-то совсем другая ситуация. Вот его сила была в том, что его, когда на него направили стрелу, он взял его, разлегся на циновке и лег спать. Папуасы подумали, ну что же, вы представляете, он настолько сильный, что мало того, что не боится оружия, он не боится ни смерти, ничего. В этом была его сила и магическая сила, как считали папуасы. Ничего себе! Николай Николаевич, а, кстати, а как вас приняли там на островах, с учетом того, что, насколько я знаю, последние исследования были там в районе 50 лет назад, к ним приезжали, и тут вы, здравствуйте. Вот Николай Николаевич, тоже после большого перерыва. Да, 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 как вас приняли? Ну, наши экспедиции, вообще российские экспедиции начались в 2017 году, это возрождение отечественных исследований этого региона. И действительно, папуасы, папуановы, гвинейцы будут правильно выстреливаться в ряд и встречались с российским флагом, не поверите, пелеген. При этом мы не брали, не брали, не брали флаг, они сами ассоциируют не кухмаклая с Россией. И, соответственно, вот эти другие связи относятся к члену парламента и премьер-министр. Первый премьер-министр приехал даже в эти джунгли, засвидетельствовать свои почтения и напомнить о том, что дружественные связи можно продолжить, поэтому папуановы, гвинейцы, нашли. Интересно. Николай Николаевич, а сколько мне известно, ваш прапрадедушка был своеобразный такой молодой человек, ну, когда он был молодым человеком. У него была девушка, она, к сожалению, умерла и завещала Николаю Николаевичу свой череп. Что бы звучало. Да, и долгое время этот череп находился дома. А он сохранился, нет, у потомков? Вы знаете, нет, у потомков не сохранился, не настолько мы были близки с его девушкой, вот, поэтому не имели удовольствия. У нее была супруга, она была категорически против. Вот это правильно. И, вы знаете, дело в том, что мы не должны забывать. Во-первых, у него превосходное медицинское образование, то есть, и там вскрыть какой-то живой организм и далее, значит, что-то сделать с черепом, не составляло никаких трудов. Да, череп был необходим тогда для того, чтобы как раз в том режиме показывать и доказывать, что не существует подвидов Homo sapiens. А это является единственным населяющим нашу планету, который выжил среди подвидевших людей. И еще, Николай Николаевич, а можно хотя бы пару слов на папуасском языке? А тут мы говорим папуас, папуасы. А что у них за язык? Канаби, 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 один дюйм Николай. Добрый день, меня зовут Николай. Вы знаете, у них 829 языков. Сейчас уже 867. Вот это да. И я вам сказал, на бангуанском как раз языке его знают не все папуасы, скажем так, а именно того племени, именно райкос с северо-востока, с новой Клинией или берег Маклая, как они говорят. А вообще они говорят на английском языке, и каждый папуановый Клинией свободно владеет четырьмя языками. То есть это нормально для них, свой местный английский и только сын. Николай Николаевич, Миклуха Маклая писал много книг. Сегодня они издаются. Можно ли их где-то приобрести? Конечно. Ну, во-первых, мы переиздали шеститомное собрание сочинений, и у нас существует на нашем сайте фонда имени Миклуха Маклая библиотека. Туда можно отойти, посмотреть и скачать эти книги, как в электронном виде, там буквально за небольшие, может быть, деньги. И плюс к этому мы, должно знать, что публиковалось достаточно много Омиклуха Маклая, и сам Омиклуха Маклая, и эта литература можно приобрести в других магазинах Омиклуха Маклая. Но есть выпуски новые, современные. Мы выпустили, например, «Экспедиции трех веков». Увлекательнейшая книга, рассказывающая о моих современных экспедициях с учеными, и Миклуха Маклая, и советских. Эта книга также доступна в нашей библиотеке. Там реальная жизнь сегодняшнего дня. Николай Николаевич, скажите, а ваш младший сын Никита тоже проповедует ваши истины? И тоже собирается стать потом антропологом? Вы знаете, мы все проповедуем свои. Я вам должен сказать, что я занимаюсь тем, что мне нравится, а не тем, что нравится мне Клуха Маклая. Я еще стою, 50 лет назад. Я обязан об этом подчеркнуть. Я отношусь к родам Клуха Маклая, занимаюсь именно тем, что мне нравится. Мне так случилось, что нравится то же самое, что и Николаю Николаевичу. Конечно, его, не то что память, а его заслуги, они очень помогают, и благодаря ему все подвигается быстро. А Никита, да, вы не поверите, он же планирует со мной отправиться в следующую экспедицию. Как же ты? Да, он уже готов. Слушай, Николай Николаевич, установите меня, я тоже хочу поехать. Спасибо вам огромное. Друзья, сегодня с нами на связи был директор фонда имени Миклуха Маклая, ученый и полный тезка Николай Николаевич Миклуха Маклай. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!